Прошлый сезон я выращивал картошечку за территорией участка на Целине, можно сказать. Перепахивал много лет неиспользуемый участок, там была не очень хорошая почва. И вот большое количество клубней у меня оказались поражены паршой. Ну вот как вот эти вот, например. И вот, когда я показывал ролик, как я убираю картофель, один огородник, видимо опытный, написал мне в комментариях, что такую картошку пораженную паршой постеснялся бы показывать людям. Но я не постеснялся, какая есть, такая есть. И все-таки показал тогда эту картошку. И вот сейчас конец мая. Эта картошка благополучно у меня перезимовала в погребе. И вот я привез ее сюда уже на участок для использования для еды. Еще там у меня много осталось. И вот эта картошка выглядит ничуть не хуже, чем тогда, когда я убирал. То есть она нисколько не испортилась, несмотря на поражение паршой. И вот можно даже посмотреть, как она выглядит в серединке. Сейчас разрежем пару штук. Ну вот видно, что картошка поражена паршой. И вот картошечка сохранилась довольно хорошо. Единственное, что когда ее уже будем чистить, ну только может немножечко толще снимать корочку. А в остальном картошка хорошая. Это вот сорт, кстати, очень поздняя картошка. Она с желтой мякотью, очень вкусная. Это сорт народной селекции. Очень вкусная картошка. Ее выращиваю уже много лет. Вот еще картошечка. Это сорт Тулеевский. Тоже видно, что она поражена паршой. Сохранилась тоже нормально. То есть в серединке картошка вполне нормальная. Только когда ее чистить так же, побольше может быть снять только шкурочку. То есть, что я хотел сказать сейчас, что если картошка у кого-то поражена паршой, если нормальный погреб, температура хорошая, влажность нормальная, то ничего страшного в этом нет. Ну, конечно, неприятно, когда картошка вот такая, например, не очень там гладкая и тому подобное. Но, тем не менее, эта картошка хранится довольно хорошо. И вполне ее можно использовать. Так что вот эта картошечка, хоть и поражена паршой, она очень хорошо пойдет к столу. И сослужит добрую службу. Ну, а вкус у картошки хоть Тулеевская, хоть эта красная вот поздняя, очень хорошая. Вот такая картошечка после зимнего хранения.